Полная безнадёга. ЕНПФ признали низкие шансы вернуть стоимость акции ликвидированного Эксимбанка на 765 миллионов тенге. Стандарты жизни в стране могут запретить времянки для проживания. Неутешительный прогноз. Бедность в Казахстане в этом году может вырасти в 1,7 раза. На телеканале Атамикен Бизнес Новости в студии Эльвира Найманбаева. Добрый день. Неконтролируемая застройка угрожает историческим памятникам. Об этом сегодня заявил министр культуры и спорта. Для изменения ситуации и сохранности культурных объектов ведомство предлагает пакет поправок в законы. О каких изменениях идёт речь, расскажет Динара Конжигалинова. Она сейчас на прямой связи со студией из парламента. Динара, добрый день. Вам слово. Да, студия, спасибо. Сегодня на пленарном заседании мажориса парламента Республики Казахстан министр культуры и спорта Арастанбек Мухаммедиулы заявил, что земельные отвалы и застройка пустующих земель административными и частными зданиями препятствуют сохранности архитектурного наследия. Под проблемные объекты наследия попали мавзолей Ходжахмеда Исауи, мавзолей Арастанбаб, а также древние городища Сарайшик, Сауран и Сыганак. Как отмечает министр, постройка новых объектов, а также сезонные паводки вредят сохранности древних достопримечательностей. Так, по его словам, строительство любых сооружений и зданий в буферной зоне не должна превышать высоту и допустимое расстояние вокруг самих памятников примерно в радиусе полутора гектаров. Однако, как отмечает министр, частные застройщики не соблюдают требования, поэтому сегодня на заседании парламента и обсуждались вопросы по ужесточению норм сохранности сакральных и архитектурных объектов в существующее законодательство. Напомним, что все функции контроля будут переданы местным исполнительным органам областей, городов и столицы. Так, уже в прошлом году для сохранности памятника Артраусской области древнего городища Сарайшик местным акиматам было выделено полтора миллиарда тенге для укрепления берега от разрушений вследствие земельных отвалов. Также хочу отметить, что под охраной ЮНЕСКО на сегодняшний день находятся три казахстанских строительных объекта. Это Тамгалы-Тас, отрезки Великого Шелкового Пути, Талкис, Акыртас, Орнек и Мавзолей-Ходжа-Ахмеда-Ясуи. На этом у меня вся информация. Эльвира, вам слово. Благодарю, Динара. Продолжим. В этом году, по прогнозу Министерства труда и соцзащиты населения, с доходами ниже прожиточного минимума будут жить 8% казахстанцев. В прошлом году эта цифра составляла 4,6%. При этом, с учетом сложившейся динамики, показатель потенциально может оказаться ниже 8%. Об этом Кастагу рассказал вице-министр нациэкономики Серик Жумангарин. Тем временем, парламентарии предлагают создать социальную карту с указанием в ней категорий, нуждающихся в поддержке. Соответствующий депутатский запрос на имя премьер-министра озвучили мажоресмены. По их данным, у Акиматов отсутствует реальная картина доходов отдельных категорий населения, условий их жизнедеятельности, нет социального портрета каждого региона и паспорта малообеспеченных и многодетных семей. По мнению депутатов, на основе социальной карты необходимо пересмотреть действующие параметры поддержки многодетных семей и других категорий населения, в том числе обеспечение жильем, трудоустройства и другие меры социальной поддержки. Отмечу, депутаты уже рекомендовали Министерству труда изменить правила исчисления совокупного дохода, исключить из него стипендии, пособия по инвалидности, выплаты родителю, воспитывающему ребенка-инвалида. К слову, почти по 100 тысяч тенге получат воины-афганцы в Алматы в связи с годовщиной вывода войск из Афганистана. На это из местного бюджета выделили 271 миллион тенге. Всего же в южной столице проживают 2716 воинов-интернационалистов. По данным градоначальника Боржана Байбека, разовую социальную помощь ко Дню Победы в размере 50 тысяч тенге ветеранам Афганистана тоже выплатят. Всего же на соцпомощь бойцам Акимат направит более 400 миллионов тенге. Байбек отметил, что в городе также повышена единовременная соцпомощь ветеранам Великой Отечественной со 150 до 250 тысяч тенге и приравненным к ним лицам с 30 до 50 тысяч тенге. Увеличена ежемесячная помощь ветеранам войны на оплату коммунальных услуг до 16,5 тысяч. Между тем, в стране могут запретить жить во времянках. На этом настаивает Министерство внутренних дел. Накануне позицию ведомства озвучил вице-министр Юрий Ильин. По его словам, сейчас по закону собственники самостоятельно регистрируют недвижимость через Акиматы и Цоны. Этим пользуются недобросовестные застройщики, в том числе частного сектора, которые возводят на свои территории временные сооружения, сдают их нуждающимся в жилье. Ильин считает, что должна быть солидарная ответственность строящих времянки и сдающих их в аренду. При этом не соблюдаются нормы противопожарной безопасности. В МВД планируют внести в правительство предложение о соответствующем запрете. А вот насколько инициатива МВД о запрете на времянки соответствует законодательству и не противоречит ли правам данным Конституции, мы узнаем у нашего эксперта. Это известный юрист Ерлан Айджанов. Здравствуйте, Ерлан. И первый вопрос. На Ваш взгляд, существуют ли более эффективные правовые механизмы регулирования вопроса временок и альтернатива запрету? Я скажу так. Эта инициатива, которая поступила и обсуждается, она по своей сути незаконна. Дело в том, что такого понятия временное жилье в законодательстве нет. Вот так называемые временки на сегодняшний день, это по определению закона об архитектурной деятельности, является зданием, так как она прочно связана с землей. Поэтому эта инициатива, я прямо скажу, бестолковая в том смысле, что толку от этой инициативы не будет. Более того, она не решит проблему нуждающихся в жилье, а ухудшит их положение. А вот насколько возможно, по Вашему мнению, разработать точные законодательные формулировки для определения этих самых временок и полноценного жилья, для того, чтобы избежать двоякой интерпретации? Я бы предложил решение этой проблемы. Вообще, проблема-то в тех нуждающихся семьях, в жилье. И решение это уже есть давным-давно. А именно в Конституции Республики Казахстан, статья 25, часть 2, четко указано, что государство обязано выдать из жилищного фонда нуждающим семьям по доступной цене эти квартиры. Поэтому, руководствуясь именно Конституцией, государство и исполнительные органы должны проводить свою работу, создавать различные программы на государственном, на правительственном уровне и на местном уровне. Поэтому здесь, в этой ситуации, проблема уже как бы юридически решена, просто нужно ее реализовать. Но методом запретов и ограничений этот вопрос не решится. Никогда. А Ваши предложения не спровоцируют ли иждивенческие настроения? Нет, я не думаю. Потому что надо исходить из того, что все нуждающиеся семьи, о которых мы говорим, это в первую очередь граждане Казахстана. И прямая обязанность государства решать вопросы этих семей. Тем более, это закреплено и в Конституции, и в других нормативных правовых актах. Как Вы думаете, есть ли на Вашу программу финансирование? Финансирование? Ну, я думаю, у государства достаточно средств. По последним данным, мы знаем, что если касаться многодетных семей, у нас в Казахстане их около 200 тысяч. Это небольшая цифра. Я думаю, под силу и правительству, и местным исполнительным органам решить эту задачу. Более того, как я сказал выше, выдача жилья не бесплатно производится, а по доступной цене. На сегодняшний день эти многодетные семьи и так платят за так называемые временки. Но почему бы государству сейчас не рассмотреть вопрос предоставления доступного жилья на возмездной основе, но уже благоустроенного со всеми необходимыми безопасными нормами, противопожарными и другими. Поэтому у государства, я не думаю, что будут такие большие затраты в этой части. А как вы думаете, может быть, в целом запретить строить временки, не только жить в них? Ну, здесь надо исходить из того, что я еще раз отсылаю этот вопрос к Конституции. 25-я статья так и говорит, что жилище неприкосновенно. Поэтому любые инициативы в этой части, запрета, строительства, пусть будет не так говорить, временок, домов, других сооружений, она прямо нарушает конституционную норму закона и права граждан. Поэтому это, по моему мнению, неприемлемо. Спасибо большое, Ирлан. Надеемся, что власти найдут более рациональное решение проблемы, чем просто запреты. А мы продолжим. Возврат ЕНПФ в стоимости акции, ликвидированного Аксимбанком на 765 миллионов тенге, маловероятен. Фонду принадлежат около 1,7 млн токсичных акций Финнинститута. В прошлом году по этим инструментам сформировали провизию на их полную стоимость. Словом, заместитель председателя правления ЕНПФ Саулея Гюбаевой. Фонд не оставляет намерения вернуть деньги и для обеспечения своих интересов будет участвовать в заседаниях Комитета кредиторов банка. Эксперты отмечают, что рост объема провизий под обесценение акций снижает в целом доходность пенсионных активов. Напомню, в ноябре экономический суд Алматы принял решение о принудительной ликвидации Аксимбанка. В начале года это решение вступило в законную силу. В Европейском банке реконструкции и развития опровергли информацию о том, что Финнинститут уменьшил инвестиции в нашу страну. Напомню, ранее аналитический портал Финпром КИЗ сообщал о том, что вложения ЕБРР за прошлый год составили 453 млн евро. Этот показатель по сравнению с 2017 сократился на 22,7%. При этом максимальный объем инвестиций был зафиксирован 3 года назад в размере 1 млрд 100 млн евро. А между тем, отвечая на вопрос нашего телеканала, директор казахстанского офиса Агрис Приманис отметил, что Казахстан – крупнейший рынок для ЕБРР. Он также подчеркнул, что прошедший год, наоборот, был вполне богат на проекты. С начала нашей работы здесь мы проинвестировали больше 9 млрд долларов. На данный момент портфель составляет 2,7 млрд долларов. Это один из крупнейших среди всех стран, где ЕБРР работает. В прошлом году мы проинвестировали очень крупные объемы – это 540 млн долларов в эквиваленте. Большинство инвестиций идут в деньги. И причем по таким направлениям, как возобновленная энергетика, малый и средний бизнес, инфраструктура, транспорт. К другим темам. Курьезный судебный процесс завершился в Алматинской области. За нецензурную брань к пяти суткам ареста привлекли им заместителя директора Алматинского областного центра крови. Жалобу подали его подчиненные – это врачи, медсестры, лаборанты. Сылаясь на то, что им уже нестерпимо было выслушивать постоянные оскорбления начальника. Также установлено, что коллег своих он щедро одаривал отборным матом, когда был пьян. А в итоге оскорбленный врач-лаборант написал докладную главврачу, однако он не придал значения ее словам. И тогда последовало коллективное заявление в полицию. В ходе слушаний выяснилось, что это далеко не единичный случай с их заместителем. Более того, он уже привлекался к трем суткам ареста за аналогичное поведение. Суд постановил Абдразакова Сирика Саменовича признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренной статьей 434-й части 2-й кодекса Республики Констант и на основании данной статьи подвергнуть его к административному аресту сроком на 5 суток. Обратите внимание начальнику управления полиции города Тал-Ду-Курган на допущенные нарушения при составлении протокола. Представители НАТО обсуждают возможные меры в случае прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако не планируют размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Об этом заявил генсек организации Йенс Толтенберг. По его словам, актуальные вопросы касательно ракетного соглашения обсудят министры обороны Блока 13-14 февраля. А напомню, президент США в начале месяца заявлял, что Вашингтон начинает процедуру выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Позже российский лидер зеркально ответил на решение штатов. Мы не планируем размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. В то же время остаемся приверженными к контролю над вооружениями и нераспространению. НАТО не желает новой гонки вооружения, поскольку это не в чьих интересах. В столице Венесуэлы прошли очередные многотысячные протесты. Демонстранты разделились на два фронта. Около сотни людей вышли в поддержку ныне действующего президента Николаса Мадуро. Выступаем, заявил, что хочет мира во время переговоров с лидером оппозиции. Кроме того, глава государства осудил предоставление гуманитарной помощи со стороны США, поскольку штаты намерены свергнуть правительство, считает Мадуро. Однако население жалуется на нехватку в стране продовольствия и медикаментов. Между тем, основная масса протестующих в Каракасе собралась в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Это примерно десятки тысяч человек. Ранее он объявил себя временным президентом Венесуэлы. 23 февраля в Венесуэлу поступит гуманитарная помощь. Мы хотим оказать поддержку работникам всех секторов, в частности, бюджетных. Жители 25 округов Тибетского автономного района Китая вывели из нищеты. К примеру, 580 человек отметили Новый год в новых домах. Также руководство регионам некоторым предоставило работу в сельском хозяйстве, а также банковскую карточку для получения кредитов. В целом, на эти цели инвестировали 15 миллиардов юаней. Всего же планируют переселить более 200 тысяч бедных. Уровень бедности был снижен примерно до 6%. Считаем, это неплохой показатель. В этом году мы выведем из нищеты жителей еще 19 округов. Цены на нефть идут в рост. Так, стоимость сырья марки Brent подорожала почти до 63 долларов за баррель, что послужило причиной и попытались выяснить аналитики Бломберг. Цены на нефть начинают восстанавливаться после двухнедельного минимума. Так, эталонный сорт Brent подорожал почти до 63 долларов за баррель. Оценник на WTI превысил 53,5 долларов. Отмечу, несмотря на рост, цена последнего находится на уровне ниже 56 вот уже почти три месяца. По данным экспертов, причиной повышения стоимости нефти послужили несколько факторов. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что королевство продолжит снижать нефтедобычу больше, чем требовалось ранее. В марте этот показатель, как ожидается, состоит ниже 10 миллион баррелей в сутки. Между тем, 14 стран-участниц ОПЕК зафиксировали снижение добычи в январе примерно на 800 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, на повышение стоимости черного золота сыграла новость касательно возможного продления срока повышения торговых пошлин США на китайские товары. Все зависит от результата переговоров, которые идут прямо сейчас, заявил президент Дональд Трамп. Пока известно, что дедлайн истекает 1 марта. Напомню, Вашингтон намерен обложить тарифами и продукцию из Китая на сумму 200 миллиардов долларов.